Продолжение следует... 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 А что на территории Соединенных Штатов прогнозируется очень большое количество техногенных катастроф и климатических аномалий. И я даже посмотрела по картографии, когда и где, что будет проходить, чтобы предупредить именно Нью-Йорк и именно Чикаго. Именно Нью-Йорк и именно Чикаго? Я смотрела именно эти два города. Пристрастный, пристрастный такой. Я понял. Ну, поведайте нам тогда. Ну, и в целом, конечно, Америку я тоже посмотрела. Очень тяжелый будет август и сентябрь. В конце августа такие серьезные пожары в Калифорнии. В этом году Калифорния горела, но в следующем году еще больше. Там приходится такой роткий период на конец августа, 20 числа августа, вот пометочки я сделала. Начало сентября, конец сентября. То есть, вот в этот период очень сильно не повезет Калифорнии. У нас, знаете, говорят про Илоустонский вулкан. У вас, наверное, тоже его побаивается. Вот только вчера на эту тему я беседовал с моим приятелем. И как раз, да, упоминался вот этот самый вулкан. Потому что считается, как бы, что это чуть ли не ядерный реактор, который может вот-вот-вот куда-то. И последний раз такого подобного рода, скажем, извержение привело к всемирному потопу. Надеюсь, в 2016 году мы этого не увидим. Я проверила, проверила все, что там проходит. Я не увидела этой ситуации и в 2017 году. Так что пока насчет этого вулкана можно быть спокойными. Так, хорошо. А так все-таки аномалии, вы говорите, да? Да, да. Вот Калифорния, а что еще? В середину, в центр, все центральные штаты. Так, где я выписала? Конечно же, Техас, Аклхома, Канзас, Небраска. Ну, на них сваливается большое количество всяких аномалий. Аномалии? Вы имеете в виду? Природные аномалии. Природные аномалии. Я сейчас поподробнее расскажу на примере Нью-Йорка, чтобы вы представляли. Вот выделила начало февраля, именно для восточного побережья Соединенных Штатов. Формируется какая-то природная аномалия. Что это такое? Это атмосферный фронт, в котором происходят резкие перепады, давление, ветер меняет направление. То есть, это, скорее всего, и сильный мороз будет, и снегопад, и метель. То есть, какая-то именно природная. Но, бывает, два фронта сталкиваются друг с другом, и между ними образуется такая очень опасная, заряженная электричеством область. Вот эта область попадает на Постон сначала, он первый всегда попадает под удар, а потом на Нью-Йорк. В первых числах февраля, я даже выделила период с 5 по 8 февраля. Восьмое там прямо через Вашингтуро ходит. То есть, чего можно ожидать, кроме погодных аномалий? Риск чрезвычайных происшествий на энергетических объектах. Потом у нас этот период как раз попадает на всплеск терроризма. То есть, опасность, террористическая угроза в это время есть. Причем, на этот период приходится теракты террористов-смертников. Вы говорите о том, что первые числа начала февраля, это вот именно в дополнение к этим погодным приятностям будут еще, возможно, какие-то террористические акты в начале февраля. Я не делаю акцент именно на террористических актах, потому что еще опасность, ну, техногенных катастроф у Вас высокая. То есть, нужно учитывать, что есть какие-то энергетические объекты в радиусе действия вот того же города Нью-Йорка, там может быть 200 километров. То есть, там что-то может тоже сработать. Ну, минимум, может быть, какие-то там поломки. Но есть и другие опасности. Именно то, что будут выбросы каких-то химических веществ. То есть, это какие-то заводы. Что-то у Вас есть химия. Я не смотрела, конечно, производство. У меня не было времени, какие находятся производства. Но акцент именно на химическую промышленность и на атомную промышленность. Ну, конечно, любые энергетические объекты. Простите, это не такие какие-то масштабные, типа, вот как было 11 сентября, а просто какие-то локальные, да, местные, неприятные. Но они будут ликвидированы и последствия за собой не повлекут каких-то достаточно серьезных жертв. Я думаю, когда тысяча человек, допустим, надышится ртутью какой-то, ну, для меня это выглядит серьезным. Насколько серьезно это выглядит для Вас? Нет, нет, я как раз хотел узнать именно масштабы по Вашим, скажем так, прогнозам. Но год довольно серьезный, поэтому я думаю, что есть место и как минимум одной масштабной территории Америки какой-то аварии. Вот в первых, в начале февраля месяца, да? Ну, я выделила именно этот период и выделила еще август. В августе, в августе, и так, 20-е числа октября тоже выделила специально для Вас. А вот они мне все не нравятся. Именно для Соединенных Штатов. Но для Нью-Йорка, именно для Нью-Йорка, начало февраля. Я понял. Хорошо. Это вот то, что связано с какими-то процессами техногенного плана и то, что связано с погодными какими-то условиями. Одну хочу вещь по терроризму сказать. В этот же время, просто именно в этот же период, в начале февраля, на нашем полушарии, на нашем регионе Афганистан-Пакистан обостряется обстановка. И я уже прослеживала там, в прошлое заглядывала. Потому что все время восточное побережье Америки реагирует именно в тот момент, когда обостряется обстановка Афганистан-Пакистан. Я думаю, что для восточного побережья опасность именно там. Не Ирак, Сирия, Турция, там, либо что-то еще, а Афганистан-Пакистан. То есть вы все время синхронно как-то взаимодействуете на планетарном уровне. Поэтому как-то вот обратить внимание на личности именно из этого региона. И на период, когда там обострение, тогда и у вас опасность. Именно на восточном побережье. Окей, а что касается Чикаго? А вот для Чикаго... Сейчас там вообще серьезная будет ситуация. Возотмение проецируется на Чикаго Плутон. Ну, для астролога это очень серьезная такая ситуация, когда город не один раз попадает под какие-то неблагоприятные ситуации. И природные какие-то аномалии. И в то же время техногенные катастрофы. Есть опасность. Весь штат. Не видели именно город. А в городе аварийных ситуаций будет намного больше. И это период возле самого затмения. Это март. То есть у нас затмение 8 марта, 9 марта у нас. А как раз вот этот период до и после затмения. Это Чикаго. Ну, и в течение года, я смотрела, проходит периодически именно через Чикаго. Такое впечатление, что какая-то активность в городе, негатив какой-то начал проявляться. Уже прямо вот сейчас. И целый год, 2016-й, с переменным успехом. И в августе, я смотрю, он реагирует. И в феврале, 10-го, 11-го, вот я пометила. То есть вы можете поискать, я буду ежедневно выкладывать ситуацию. И вы будете смотреть, что движется к Чикаго. Это будет очень хорошо видно, если вы будете смотреть каждый день. Вот идет опасность, вот она подходит, вы ее ждете. Вы уже знаете, как себя вести. То есть нужно понимать, что не надо этого бояться. Нужно просто не лезть на рожон, как я уже говорила. Соблюдать технику безопасности на предприятиях. Не отправляться в путешествия, когда гололед сильный или снегопад. То есть нужно быть аккуратнее. Беречь себя, беречь свою семью. Ну и я думаю, что, со стороны, мне, конечно, сейчас не выгодно, чтобы все начали заниматься предотвращением катастроф. Потому что иначе не будет видно, ну я так цинично говорю, не будет видно, что я прогнозирую и как это работает. Но отдельные личности, радиослушатели будут знать, как себя вести в определенный период. Ну и в целом по Америке ситуация мне не нравится. Именно по природе, по количеству климатических аномалий. В Калифорнии, в центре. Восток все-таки помягче. Но там по одной, может быть, вот именно такие яркие ситуации. Яркая катастрофа какая-то, может быть, большая даже, действительно. Тишины не будет. В этом году тишины нет. Хотя я вот только перед передачей посмотрела, у вас там торнадо гуляет. Тоже напряженное время, уже пошло. Ну и кроме погодных аномалий, август очень напряженный в экономике. А что с экономикой? Вы имеете в виду в целом по стране, да? По Соединенным? Вообще, я думаю, что время подходит к мировому кризису экономическому. И сначала кризис на август. Нет, это серьезный. Это серьезный такой момент, когда все перевернется с ног на голову. За период с августа по октябрь. То есть, до конца с юлей можно жить спокойно, а в августе мы так скажем. Я думаю, что вы, когда начнете подозревать, что что-то не так, вспомните передачу, и радиослушатели там тоже вспомнят то, что я это говорила, и начнут стелить подушку безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...